всем привет дорогие друзья официально групповой этап лиги чемпионов закончен и сегодня видео мы посмотрим все результаты групп в начале вообще лиги чемпионов когда была только жеребьевка группового этапа я давал свой прогноз на каждую из групп и вы можете этот видос пересмотреть который я делал еще летом и давал свои прогнозы ну и конечно интересно будет посмотреть что я смог угадать а что нет и сегодня мы посмотрим все результаты и попытаемся понять все ли так справедливо как вот показывает нам группы ну и посмотрим конечно не сеянные не сеянные кто прошел дальше кто идет лиги европы это все рассмотрим и также поговорим о жеребьевке так что ребят перед началом обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал ну и давайте смотреть уже полностью групповой этап лиги чемпионов ну что ж ребят давайте начнем с группы а где манчестер сити пассажа лейпциг брюга и эту группу я вообще угадал я тогда прогнозировал что именно так все и будет мансити пассажа лейпциг брюга так оно и случилось мансити пассажа в лигу чемпионов с первого мансити с пассажа со второго здесь я думаю никого вопросов нет 12 11 очков всем у лейпцига брюга как я говорил принципе они могут где-то покусать но все-таки не до конца и в итоге вылетели но все-таки 4 очка заработали минус 4 заработали вот минус 14 вернее разница голов сумасшедшая конечно но мансити пассажа выполнили свою задачу здесь я думаю ничего интересного группа b вот здесь уже что-то намечается да но хотя кто-то ожидал большего от милана но честно говоря вот милана не тот состав чтобы действительно еще играть лиги чемпионов не готовы они все-таки не готовы это было видно по всему групповому этапу поэтому я думаю здесь более-менее тоже все угадал тогда единственное я думал что милан пойдет в лигу европы но они даже туда не смогли выйти и последнем туре ливерпулю все-таки проиграли ливерпуль с первого места 18 очков из 18 идеальный сезон ливерпуль это вообще машина и как и бавария принципе да которую мы перейдем атлетико также там конце уже все-таки вырвались для себя место в лиге чемпионов вот здесь тоже все довольно таки ровненько если смотреть вот сравнивать с группой а группа c ребята и здесь наделала шороха надела шума аякс от которого я честно не ожидал что они заработать 18 очков из 18 это прям это прям ребята я не знаю это ливерпуль баварии это вот этот уровень да это действительно серьезный уровень игры аякс показала особенно их форвард который по нас забивал уже 10 голов лиги чемпиона вали и вообще забили они 20 мячей это действительно хороший показатель этой команды и спортинг баруси вот честно разочаровала здесь я не угадал я думал что баруси со второго с первого места вернее выдать а я вообще думал что не выйдет группы в итоге они с первого выходят поэтому ну тут немножко неожиданно то что баруси не попала спортинг тоже удивил немного оба шиктаж разобранная полностью разобранная команда худшая команда группового этапа лиги чемпионов как по мне это именно турецкий больший ктаж который вообще ничего не показал с нулем вылетают без шансов группа д ребята да это боль украинского футбола шахтер который не выходит из этой группы даже в лигу европы реал мадрид очень даже ровно прошел групповой этап проиграли они только шерифу казалось бы да только шерифу они уступили пропустили три мяча реал вообще очень хорошо прошел если не вспоминать тот матч шерифом а так реал вообще идеально практически прошел лигу чемпионов обыграли интер два раза и шахтер обыгрывали вот опять-таки шериф ну и интер тут тут все тоже ровно вот только никто не ожидал от шерифа того что они обыграют не то что шахтера бы а шахтер обыграть можно вот реал ну это это уже табу но шериф молодцы шериф можно поздравить с выходом в лигу европы они этого заслужили потому что шахтер позорнейший сезон это худший сезон в истории группового этапа для шахтера поэтому заслужили на этот позор команда из украины и с треском вылетают а шериф идет в лигу европы дальше группа и ребята бавария бенфика барселона динамо киев здесь многие не ожидали того что барселона ну как бы покинет турнир но они все-таки в лигу европы мой прогноз был что барса вообще четвертое место займет я прогнозировал это вначале я все предугадывали тогда что барса будет опускаться по уровню и так оно и случилось только не в лигу не четвертое место в лигу европы а бенфика идет вместе с бавария в лигу чем бавария тоже сумасшедший сумасшедшая лига чемпион вообще на лайте лайтовая я бы сказал вообще чиловая для борцы для баварии это лига чемпионов обыгрывали всех и вся в этой группе это вообще изи бенфика по праву выходит в лигу чемпиона в 1 8 потому что они обыгрывали барселону и и вообще в этом сезоне не проиграли поэтому здесь все заслуженно динамо киев к сожалению еще одна украинская команда которая ничего не показала и что интересно и уж актера и динамо минус 10 разница гол вообще близнецы только у шахтера 2 очка у динамо 1 тут особо разницы нет в общем и целом две команды провалили динамо киев тоже ничего не показали вообще ноль побед к сожалению только одна ничья и только один гол это реалии украинского футбола группа f ребят единственная группа где еще ничего не решено в плане второго третьего места потому что янг бой 100 уже 4 это понятно но завтра ребята будет борьба сумасшедшие потому что или реала таланта матч перенесли из-за погодных условий я не знаю какой будет результат там но мне кажется все таки а таланта пройдет со второго места и мюз первого понятная мьют ну такая тоже тяжелая для них была группа нам все-таки за счет роналду за счет опыта роналду они заняли первое место здесь я это и прогнозировал мой прогноз по моему был что аталанта выйдет все-таки со второго вели реал с третьего наверное так и будет посмотрим аталанта дома играет там там все козыри в их руках малиновский давай удачи тебе будем надеяться что атланта займет второе место ну тут каждого свое скажем так группа g ребята лили выходит с первого места зальцбук со второго сивилия идет в свою любимую лигу европы это они любят это не знают и там им более приятно играть эту группу я практически тоже угадал только единственное сивилию поставил тогда на первое место лили на 2 и зальцбук на 3 ну получилось немножко на не то что наоборот немножко по-другому до лили первое зальцбук второе возможно заслуженно и вот вам лига чемпионов до две команды лили зальцбук казалось бы это команды каких-то там наверное лиги лиги европы но они будут в 1 8 лиги чемпиона вот видите насколько уровень украинских команд просел что лиль зальцбург это команды которых бы шахтеры динамо лет пять назад обыграли бы с треском сейчас все наоборот да группа была равная здесь возможная группа все-таки сыграл свою роль но все-таки они проходят дальше пишите кстати как вам эта группа и все ли у вас здесь совпало в начале сезона ну и группа эйдж ребята последняя ювентус челси зенит мальме то же самое я группа это угадал практически я думал наверное что челси первое все-таки займет но челси второе ювентус заняли первое место с 15 очками хотя челси мог тоже занимать первое потому что они сыграли в последнем туре зенитом 3-3 зенит в лигу европы идет молима никуда не идет поэтому вот такие вот результаты в этой группе здесь тоже ничего сверхъестественно не случилось все сильнейшие которые должны были занят те места которые не заняли они заняли извиняюсь за тавтологию но так так оно и есть ну и под конец видоса ребята давайте посмотрим на корзины сеяные не сеяные то есть команды которые заняли первое место против команд которые заняли второе место и здесь могут быть назревают очень даже хорошие пары потому что мы видите вели ареала таланта скажем тогда кто-то из них там будет попадать на условный условный ли либо ювентус но мы видим что есть во второй корзине psg есть во второй корзине челси обладатель лиги чемпионов между прочим на секундочку это неприятный соперник для любого для любой команды интер также очень качественная команду и остальные там спортинг зальцбург честно для вас ребят напишите в комментарии для вас какая главная сенсация вообще это лиге чемпионов вот из тех команд которые есть там в первой второй корзине ну для меня если честно я не ожидал что какой-то степени зальцбург пройдет какой-то степени спортинге не ожидал или вообще не ожидал в первой корзине увидеть поэтому пишите свои какие-то варианты кто из этих команд, возможно, вас удивил. А кто, наоборот, все-таки разочаровал? Из тех команд, которые вылетели, пишите свои варианты. Но, конечно, мы хотим видеть какие-то топовые матчи из этих корзин. Хочется, конечно, сразу Манчестер-Сити. ПСЖ какой-то там, не знаю, Бавария против Челси. Что-то такое. Возможно, здесь все. Да, тут ограничений нет. Поэтому посмотрим. Ждем жеребевки, ребята. 13-го числа в 13.00 по киевскому времени вроде как должна быть жеребевка группового топа Лиги Чемпионов. На этом канале будет прямая трансляция. Я всех приглашаю, ребята. Будем вместе смотреть жеребевку. 1-й 8-й Лиги Чемпионов будем смотреть и, конечно же, поддерживать каждой своей команды. Я лично, как болельщик Мадридского Реала, буду поддерживать именно эту команду в Лиге Чемпионов весной. Так что всем спасибо, ребята, за просмотр. Пишите обязательно свои пары. Как вы считаете, кто на кого будет попадаться из первой и второй корзины, пишите вот по списочку вашей пары 1-й Лиги Чемпионов. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.